Турция сейчас находится в тяжёлом положении. Давайте воспользуемся. Изгоним её из Средней Азии, расколем её влияние на Украине, выгоним из Южного Кавказа и поднимем определённые силы в Турции и вернём в состав нашего государства то, что исторически принадлежит нам. Константинополь! Всё не идёт у меня, знаете, из головы нашей беседы с Евгением Евгеньевичем, поэтому продолжим сейчас на самые разные темы. Мы тут философии, да и на философии, мы находимся в состоянии войны. Или мы нас уничтожили, или к чёртовой матери мы что-нибудь сделаем, так, чтобы им плохо было, и не только ядерную ракету пустим, так и дому с таких вещей сказать. Тогда ими нас не будет. Смысл победы там будет. Это для нас холодный душ. И вывод должен быть следующий. Мы должны ситуацию оценивать в мире и вокруг нас такой, как оно и есть, такой, как хотелось бы её видеть. Это самое главное. Это умение доложить старшему большому начальству, что есть, а не что он хочет тебя услышать. Это очень немаловажно. Не фактор. И любой руководитель, это его главная задача, именно так делать. Понимаешь? Именно так докладывать. Расстреливать надо за ложь в докладах. Конечно. А то потом за это расплачивается страна. Россия значительно более развитая экономическая планка, чем Иран. Мы должны также продвигать свою внешнюю политику на Украине, на странах СНГ, на Ближнем Востоке, везде, несмотря ни на что, занимаясь жёсткую-жёсткую позицию. Значит, экономическом плане. Очень важный вывод. По поводу этих кудровых и прочих. Значит, мы тут говорили как-то, помните, первая колонна, пятая колонна, такая разница, предатели, кратко. Значит, эти предатели, что же поступили с ними в Иране? В Иране после прихода к власти была зачистка политической аренды. Все эти предатели, все эти колонны были зачищены. От леваков, типа Федаил и Халк, Моржах и Дин Халк, и партии Тудэ, от коммунической партии, Кенури, помню, по телевизору спал, говорили, что он агент Советского Союза. В общем, зачистили и до всех, кто ориентировался на Запад. Вначале, кстати, это очень похоже. Я не на что и намекаю. Не похоже. Активная работа других государств, тоже Китая, о которой мы говорим, как бы союзник. Но у Китая свои интересы, и там, где можно, они нас выталкивают. Потому что Центральная Азия богата ресурсами. Китайцы запускают новую логистическую структуру, ведущую из Китая через Кашгар, выходом на Киргизию, на Южную Киргизию, на Узбекистан, а потом на Афганистан. Это почти то же самое, что я тебе говорил, которое нам надо делать. Я в 1995 году, будучи соответствующим чиновником, пробивал эту идею. Значит, они работают и дают деньги под все. Они не собираются там ничего не воевать. Поэтому, когда я смотрю наших больших чиновников, которые рвут на себя чельняшку, говорят, если что, мы джихадистами сразимся. Ребята, вы вообще-то ради чего там сражаться будете? Ради интересов Китая, который взял под свой контроль связанное месторождение. Вообще-то Китай граничит с этой страной. Ну, что-то я не слышу, что хоть один китайский политический руководитель, чиновник сказал, мы лишь лишь что рванем тельняшку, а у нас рвут тельняшку и пуговицы летят. Как бы по голове сильно не попало, может поменяется еще в известном черепном. Значит, она у нас не запрещена в России, раз. Второе. Если кто знает историю создания рабочей партии Курдистана, она создалась при очень специфических условиях. Там, значит, оттеночки такие были. А, значит, ее главнокомандующий отрядом самообороны, значит, Карайлан, да, Мурат Карайлан, очень любит, а почему-то советский портупель рассказал. Всегда принес, как графироваться. Ну, любит Советский Союз, блин, он и искренне считает, что Россия это и Советский Союз. Кстати, воюет хорошо, Володь. Тоже присмотреть надо. Кандиль, штаб-квартиру на севере Ирака. 30 лет турки штурмуют. При помощи предателей не могут взять. Там целый город, в горах, управление, склады, штабы и так далее. И там все старшие командиры находятся. Поэтому, знаешь, это как посмотреть. А сколько у них штыков? Скажи, сколько хочешь, только будет. Я тебе объясню систему. Нет, я думал, может, на Украину? Да я, я что, больше так, прекрасный курды, великолепные бойцы. Это как-то. Да, это как-то. Да, это как-то.